Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 92-м уроке видеокурса лендинг пэдж для начинающих. И в этом уроке я хочу вам показать классный виджет, который позволяет сменить курсор мыши на свой уникальный. То есть, когда человек рассматривает ваш сайт, вводит мышкой по элементам, например, он может навести на какую-то ссылку, на кнопку, например, купить, то вы заранее подготавливаете, например, под дизайн своего лендинга курсор мышки. То есть, это может быть просто PNG-картинка. Вот сейчас, вот здесь видно у меня, я заменил синяя стрелочка, то есть это просто PNG-картинка. И на любые элементы, если я навожу, у меня всегда такая стрелочка. И самое интересное то, что мы можем назначить несколько разных картинок на курсор мыши. Когда у нас обычный курсор мыши, и мы наводим на какую-то ссылку, то вы обращали на внимание, что стрелочка превращается в пальчик. Так вот, смотрите, вот здесь есть у меня кнопка купить, это ссылка. Если я на нее навожу, смотрите, что происходит. Я поставил другую PNG-картинку, вот такой пальчик. Также можно менять курсор на такие элементы, например, текстовые области в Muse, на картинки и на элементы списка. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, как настроить данный виджет. Из библиотеки виджет я просто перетаскиваю к себе на сайт. И давайте рассмотрим настройки. Смотрите, первое поле, здесь вы должны разместить тот курсор, который вы хотите, чтобы всегда присутствовал. То есть куда бы мы ни навели, будет, например, стрелочка, ваша уникальная. Ниже поля мы выбираем там, где курсор вы хотите, чтобы сменился. А на что он сменится, мы выбираем вот в этом списке. Первый links – это ссылки, images – это просто картинки, параграф – это просто текстовые области, то есть, например, на любую текстовую область мы наводим. Если нужно, чтобы там сменился курсор, то вы здесь прописываете путь к курсору, к другому. И тут еще есть элементы списка. Давайте оставим здесь links. И как, кстати, картинки здесь залить. Если вы не знаете, вы должны перейти в файл и нажать «Добавить файл для передачи». И загружаете к себе в Muse заранее подготовленные две картинки ваших уникальных стрелочек для курсора. Я уже это сделал. Так как картинки у нас помещаются в специальную папку assets, вы должны сначала прописать такое слово. Давайте пропишем в первом поле. После этого слова вы должны поставить косую черту. Мы сейчас прописываем как бы путь к картинке. И название вашей стрелочки. Она у меня называется «Картинка 12.png». Обязательно вот так вот. Вы должны обязательно прописать путь всей картинки. Название картинки, точка и расширение. То есть png у меня картиночка. Если у вас jpeg-картинка, значит здесь надо писать jpeg-картинка. Но jpeg я вам не советую размещать, потому что там есть фон. Нам нужна иконка с прозрачным фоном. Это, как всем известно, это png-формат. Дальше я этот путь целиком копирую. Смотрите, мы сейчас загрузили первое поле. Это как бы просто смена курсора. Общая смена курсора. То есть для всех элементов. Если вам нужно для линка отдельно повесить стрелку, то вы размещаете в этом поле. Вставляю тот же путь, но только название картинки мы меняем. У меня это 13. То есть это у меня пальчик. И вот здесь выбираем links. То есть это значит, что на ссылке будет срабатывать другая картинка, которую мы выбрали здесь. Давайте перейдем, посмотрим в браузер. Смотрите, везде ввожу. Везде стрелка синяя, которую я выбрал. Я навожу на ссылку, на кнопку. И вы видите, да, у меня появилась другая иконка. Давайте попробуем. Например, я хочу пальчик, чтобы показывался на текстовых слоях. Я перехожу еще раз в предпросмотр. Смотрите, у меня и на кнопку «Купить», и на текстовые слоя появляется пальчик. Здесь видно. Здесь. Вот видите, да, текстовый слой срабатывает. Здесь. Здесь синий курсор. И так далее. Классный виджет. Я, несомненно, буду использовать в своих новых проектах данный виджет. Вы также его сможете использовать. Но вам придется зайти сначала ко мне на сайт, чтобы скачать данный виджет. А ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пэйдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите. Иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэйдж. Делайте их круто. Делайте лендинг-пэйдж.